Какая стратегия предлагаю в этом году? 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 У вас будет четко видна, уже будут формироваться новые листья и может быть даже по подсыхающей вам не нужно будет вот этих вот 30-40 кг в действующем веществе. А вот там, где сахаров менее 25, у вас могут быть цифры и 18, и 16, и там и 20. В этом случае вот эти вот 30-40 нужно взять, дать померзло талой, как толчок. Потому что в первом случае, если 25% сахаров, то растение за счет этих сахаров, оно начнет старт и развитие начнет. А дальше повышение температур заработает сама почва и того азота, который в почве будет достаточно именно для вот этих посевов, хорошо раскустившихся с таким количеством побегов. То есть вот на эти посевы обратить в этом году особое внимание, чтобы учесть ошибки 2020 года. Дальше по тем посевам, которые у нас как бы традиционные, у нас схема с вами отработана очень хорошо. И я придерживаюсь именно тактики прошлого года. То есть это вот эти две подкормки, которые обеспечат именно ранневесеннее развитие и кущение для вот этих посевов, которые или в стадии прорастания, или в стадии шил лица, или в стадии двух-трех листьев. Здесь по полной программе нам нужно будет все подкормки. И первая подкормка померзла талой и прикорневая, потому что дефицит, вы видели, 70-80 килограмм на гектар азота. И дальше у нас пойдут все подкормки, которые связаны дальше с листовыми подкормками. В период кущения, возможно, будет нужна по этим посевам подкормка выход в трубку до флагового листа. Это все будет вам давать информацию, листовая диагностика. Но рассчитывать на этих посевов на 3-4 подкормки – это однозначно. Учитывая тот запас влаги, который у нас есть. Но опять же смотреть на погодные условия. Если погодные условия будут ужесточаться, повышение температуры, усиление ветра, опять же мы вот эту схему корректируем. То есть сейчас мы только можем выстроить определенный алгоритм. И вот то, что для тех посевов, которые на полях с низкой обеспеченностью фосфоров. Предлагаю всем все-таки поднимите картограммы, посмотрите. И вот там, где есть меньше 16 миллиграмм на килограмм, вот такой вот прием, который можно использовать. Это жидкие комплексные удобрения, ЖКУ. И внести их именно, когда формируются 3-4 листа, начало кущения, внести именно в почву. Почему? Потому что вот этот ЖКУ, он гидролизуется в почве в течение двух недель. Это, по сути дела, постоянный источник фосфора для растений. Попробуйте этот прием. Он на вот этих, при таких характеристиках, он вам должен помочь. Есть еще возможность внесения ЖКУ уже по листу, но здесь вы работаете именно с почвой. Поэтому я в прошлом году говорила об этом. И в этом году настаиваю на том, что на этих полях это должен быть обязательный прием. Ну и те растения, которые уже раскустившиеся, там мы выбираем. Выбираем в зависимости от содержания влаги, от азота, от состояния самого растения. Мы можем в первую подкормку или померзло тало, или прикорневую. Во вторую подкормку тоже, или прикорневую, или в некорневую. То есть инструментов у нас много. Но самое главное, агроному правильно оценить ситуацию по запасам влаги, по запасам азота и по состоянию растений. И складывающиеся погодные условия. Идет нарастание температур, или все-таки у нас комфортные температуры 16-17 градусов для развития растений. И уже вы, как агрономы, дальше принимаете решение. И вот у нас есть на сайте нашем Донплодородий.ру, в разделе новости, в архиве, есть вот такие две методички. Первая методичка, мы ее выпустили в феврале 2021 года. Там именно рассказана логика деления ранневесенней подкормки. А вот в августе по этим же тестовым полям была выпущена методичка, где показаны результаты. То есть, что рекомендовали, что применили, какую урожайность получили и какое качество зерна. И вот просмотрите все эти методички, и вы увидите огромный спектр вариантов принятия решений, ошибок, которые допускались, и результат, который получат. То есть, это вот довольно массивный информационный материал, который поможет вам самим уже принимать решения на ваших полях. Еще раз хочу повторить, то, что мы делаем, это только вам подсказки, алгоритмы. Каждый из вас принимает свое решение на своем поле сам. Но для того, чтобы это решение было корректным, и необходима вот эта вот информация, которую мы собираем и предоставляем вам. Спасибо. Спасибо. Ольга Юрьевна, ну вот по хозяйству Знамя Ленина, по ячменям, это то же самое, да? Такой же самый подход. Да, такой же самый подход. Понятно, такой вопрос. Скажите, а вот ЖКУ, там, вот крупнокапельное место, это надо сейчас вносить? Это на землю, да. А сейчас надо вносить? Это вот, 3-4 листа. Как только начнется вегетация, как только почва заработает, как только она оттает. Не сейчас, не пока. То есть, как земля опрыскиватель удержит, так и заезжает? Да, совершенно верно. Да, да. И именно на полях, где у вас вот такие низкие содержания фосфора. Да, это дополнительный... И пока не будет дождей еще, пока не промоется, эффекта никакого не будет. Нет. Он вносится там, он останется там, где вы его внесете. То есть, он останется в 3-4 сантиметрах максимум? Да, в 3-4 сантиметрах. Но учитывая то, что это полиформа, она подвергается гидролизу, она может мигрировать, но не глубоко. Может быть, на 5 сантиметров, может быть, на 15 сантиметров, или горизонтально, и вертикально. В течение вот этих двух недель, когда идет гидролиз, и когда есть насыщенность влагой вот этого верхнего горизонта, в этом случае. Поэтому и говорим, что этот прием использовать тогда, когда еще есть влага вверху. Да, вы можете пройти опрыскиватель, но насыщенность влаги верхнего горизонта у вас достаточная. И благодаря тому, что есть влага, пойдет гидролиз вот этих вот полиформ, и они могут и там, где вы их внесли, а учитывая, здесь можно на поверхность, но дальше можно пройти и заделать той же самой бороной. Как мы заделаем? Три листочка мы зачешем шею? Три листочка вы не заделаете, поэтому здесь только расчет на то, на определенную миграцию, которая возможна. И учитывая то, что корневая система тоже пока еще у поверхности, и этот фосфор корневая система возьмет, и этот фосфор пойдет на то, что эта корневая система будет развиваться более мощно. Вот на это расчет, на то, что все-таки мы спровоцируем более мощное развитие корневой системы за счет дополнительного фосфора, и потом уже корневая система сможет обеспечить растение и фосфором, и азотом, и калием, исходя из почвенных характеристик. А листовая фосфором? Листовая фосфором тоже вот уже не мы проводили тогда. Это в период от начала выхода в трубки почти до флагового листа. Вот в этот интервал можно использовать ЖКУ, как дополнительная подкормка, которая обеспечит коррекцию фосфорного питания. И были варианты, на которых именно ЖКУ был эффективен, то есть давал агрономический эффект. Он не всегда дает экономический эффект, потому что ЖКУ очень дорого. А вот агрономический эффект получался всегда, даже тогда, когда и не было этого дисбаланса между азотом и фосфором. То есть этот прием, он проявляет вот эту вот агрономическую эффективность даже тогда, когда мы по анализам этого дефицита и не видим. Еще один вопрос. Скажите, при каких условиях обеспеченности фосфором почвы, вот эти вот крупнокапельные ЖКУ и листовые дают какую-то прибавку? 16 мг на килограмм. Если 30, то можно не заморачиваться? Нет, не заморачиваться. Если 30, не заморачиваться. Потому что мы в этом году, исходя из ваших опытов, заложили было очень много. И там, где нормальная земля, я вообще ничего не видел, где не на ветер. На самой бедной земле 4 центера прибавки. Но, так думаю, лучше бы я мохоз стал больше. 4 центера, это хорошо. 4 центера, где земля 20 лет не видел. Это только вот в этом случае. Это когда у нас 16 мг на килограмм. Когда растение действительно не возьмет этот фосфор, и ему неоткуда будет его взять. А этот фосфор будет необходим. И особенно необходим он будет, когда вы будете проводить подкормку на качество. Соотношение азота и фосфора. Буквально 15 по ДВ, значит, это килограмм получалось фосфора. И делали несколько контролей. Буквально 4 центера, значит, на бедной земле я увидел. Все везде, где земля. Давно на обработке жирное, вообще ничего. Нет, поэтому я и даю это ограничение. Это там, где у вас проблемы с фосфором. То есть единственный инструмент, который может помочь вам что-то исправить по вегетации. Вот с фосфором работать нужно под основное внесение. Амофосом, я с вами согласна. Но так как у вас уже вегетация, вы уже имеете сложившуюся ситуацию, то вот этот единственный инструмент, который чем-то вам может помочь. А на самом деле с фосфором нужно работать под основную обработку. И у нас даже есть, вот у нас есть поддержка по внесению фосфора, содержащих под пары зябь. То есть когда вы под пар вносите фосфор, или когда вы готовите под зябь, под подсолнечник, под ту же яровую культуру, вот тогда вы вносите именно с осени. И там внесение довольно высоких доз от 60, 80 и даже до 100 килограмм на гектар в действующем веществе. Вот это реальный инструмент для того, чтобы повысить содержание фосфора. Наши данные, вот вы допустим, смотрите, вот 15 фосфора, здесь значит на 50 центров, на 50 центров по непару веществе я должен дать в ДВ фосфора 163 килограмма. Это с учетом 40% его действия. Да, но это 140, это норма, норма, это не доза, это годовая норма, которая рассчитана на всю вегетацию. Да, в действующем вещество 163 килограмма фосфора. И вот из этих 160 вы для того, чтобы действительно сбалансированно обеспечить озимую пшеницу на этом поле фосфором, вы должны этот фосфор дать или под предшествующую культуру, потому что под в этот период сева озимой пшеницы в этот год вы его не дадите в таком количестве. Почему? Под пол пар 300 килограмма фосфора можно усыпать. Ну и что? И на 14 сантиметров вы его распределите. А весь пучок корней находится в 15 сантиметрах. Да, 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 да. До 40 сантиметров. До 40 сантиметров. А чтобы около 15 на 15 сантиметров положим на махос? Ну потому что он там и останется. А куда ему надо? Наоборот, там более всегда не в 5 сантиметров пересох, он не работает, а на 15 более-менее устойчиво уложить. А наиболее устойчиво именно до 20 сантиметров. Вот когда вы в пахотный горизонт вы несете этот фосфор, это наибольшая эффективность от того фосфора. Почему? Потому что, во-первых, идет распределение фосфора на всю глубину вот этой корневой системы. Вот почему мы сейчас разговаривали о нулевой технологии, говорили о том, что там идет дифференциация и вверху формируется концентрация фосфора в 3-4 сантиметрах. Ведь, по сути дела, корневая система, она ведь стремится там, где есть источник питания. И если у вас источник питания распределен по глубине 20 сантиметров, у вас и корневая система распределится по этой глубине. Если у вас распределится до 14 сантиметров, на это же 14 сантиметров и у вас распределится корневая система. А тут возникает другой вопрос. Вопрос, связанный с влагой. Чем глубже уходит вниз корневая система, тем более устойчиво растение при вот этих вот колебаниях, связанных с осадками. Ну, у многих есть это черноземное слое 30-50 сантиметров максимум. Поэтому, как бы, смысла нет, не вижу заковыривания на 30. Другое дело, мы проводили опыты типа стриптила, закладывали удобрения на 30, при балке урожая нет. И простой полуход мы берем, там у нас этот оборотный клуб, вернее, ладно, да, внесли 300 килограммов мохосов под рапс, например, да, пашем, полупадом, полуравнем, сеем. Ну, просто берешь лопатку, начнешь расковыривать и смотришь, на каком уровне находится весь аммофос, который вы внесли. При пахоте на 24-25 сантиметров, весь аммофос ложится 15-17, ну, 20 сантиметров редко делаешь. В основном, от 14 до 18. Вот, вместе с соломой замешанный весь аммофос, он примерно там, на эту глубину ложится. Ну, и, как бы, берешь подсолнечник, выдер, и вернешься с корнями. Вот он, пучок, вот он, 16-17, глубень корней, самая мощная корневая система. Дальше пошел стержень, то есть мы, как бы, это дело все тоже понимаем, и пшеницы примерно то же самое. До 15-20 сантиметров максимальное, как там, развитие корневой системы, а дальше уже там... Мы сами это создали, вот эту глубину развития корневой системы пшеницы, мы сами создали своими обработками, своей заделкой удобрений. Мы сами провоцируем растения своей технологией, агротехническими приемами, формирование именно в этом слое. А на самом же деле, когда мы говорим о классическом распределении корневой системы азимой пшеницы, то это до 40-60 сантиметров. А дальше уже уходим. Такая система так развивается, но сам мощный, 80% корневой системы, он находится на глубине до 20 сантиметров. Даже после чрезилевки, хоть на 45 мы прошли, у подсолнечника все равно, вот они, 15-16 сантиметров, самая мощная корневая система. И чем больше будет вот этот вот слой, в котором мы создадим эту мощную корневую систему, нашими же усилиями, дифференцированной обработкой, не одной обработкой на одну глубину, а именно дифференцированной обработкой. И это классика, это доказано, и я не думаю, что это нужно опровергать, что вот этот слой, пахотный горизонт 20 сантиметров, это как раз тот объем, который обеспечит устойчивое развитие растений, устойчивую возможность использования влаги из элементов питания и всего остального. А мы стараемся вот его немножко укоротить, вверх подвинуть, а если мы укорачиваем и поднимаем вверх, самый пик развития корневой системы, мы таким образом, ну, усложняем себе ситуацию, потому что при каких-то условиях засушливых у нас, возможно, потеря урожая. Только из-за того, что у нас корневая система нами же сформирована именно в верхнем горизонте. Так сорта пшеницы тоже современные полукарлики, у них и корневая меньше, слабее, более короткая. Берут старые сорта, мощные пшеницы, у них и корневая намного больше, но и глубина промокалина сильно изменилась. Если у нас было раньше, допустим, там, полтора, там, до двух метров, сейчас метр, метр двадцать, да, это вообще шикарно. И поэтому, как бы, ну, все соответствует времени, я думаю. А мы там в день будем закончить, потому что вы более фундаментальные вопросы поднимаете, да, и какие нет. Хорошо. Вопрос, вот вы на учебе говорили много о влагоемкости. Да. Так у нас аудитория там начала присыпать онлайн, потому что не могли связать. Вот все-таки если сымитировать такую, ну, такую ситуацию, 20 февраля сходит снег, сейчас мы не в Месниковском районе, уже идет ливень, снега на полях нет буквально, да. Сейчас туман съел, и поля уже все голые. Если там морозит, многие, я думаю, уже будут пытаться, да. Это я, Груша, уже будут нервничать, будут смотреть на соседей. А скажите, при влагоемкости, самой высокой, да, которая сейчас там есть на полях, внесение азотных удобрений, чем чревато, если дальше будут условия увлажнения, еще, ну, такие же типичные, как вот были у нас. Ну, вот смотрите, если мы сейчас вот поспешим и внесем померзлоталой почвы, то там, где у нас сейчас обводненность почвенной толщи больше 190 миллиметров, вот, наименьшая влагоемкость для наших почв, это 170-190 миллиметров в метровой толще. Если у нас 200-240, о чем это говорит? Это говорит о том, что в верхнем слое, вот в этой метровой толще, есть гравитационная влага. То есть, вот эти вот 190 миллиметров, если 190 миллиметров, то эта влага только подвешенная, и она дальше, вот так и останется. Она не будет опускаться вниз. Если же мы имеем 200-240 миллиметров, это говорит о том, что вверху у нас есть свободная гравитационная влага. И если мы сейчас внесли азотное удобрение, то вот эта свободная влага, гравитационная, которая есть в профиле, это же как сообщающиеся сосуды. Она будет уходить вниз и будет уводить с собой тот же самый азот. То есть, нам ни в коем случае нельзя спешить. Нам нужно, чтобы мы внесли померзло талой, чтобы азот растворился, но чтобы растение уже двинулось в рост, чтобы оно смогло перехватить этот азот. Вот о чем говорят вот эти данные. То есть, мы говорим, что мы радуемся, о, 200 миллиметров. А на самом деле эти 200 миллиметров создают ситуацию, когда тот азот, который мы внесем, если мы не угадаем с началом вегетации растений, то есть, когда растение уже пойдет и будет перехватывать этот азот. То есть, или у нас, например, будут дальше заморозки, вот у нас замерло все, вода-то в почве-то осталась, азот растворился, а так как у нас есть гравитационная влага наверху, то азот будет уходить вниз. Вот в чем опасность и в чем практическая ценность этого показателя, как содержание влаги в метровой толще выше наименьшей влагоемкости, выше 190 миллиметров. Вот смысл. Так это плохо или хорошо? Плохо. Плохо. Не имеется в виду, такой год повторения, ну такой год один был, когда многие поспешили с первой поспешкой, было много влаги, да, гравитационной, и просто потом удивлялись, почему даже 150, 200 килограмм, не отличалось от тех, кто внес 100, ну позже. В этом случае агроном должен очень внимательно следить за тем, когда он это будет делать. То есть нельзя заранее, заранее это значит определенный риск. А если на эту ситуацию посмотреть иначе, вот, ну вот смотрите, внесли вы азот, аммонийная форма зафиксировалась, нитратная, 17%, она как-то, и диффузия, она никуда не ушла, она опустилась на 20-30 сантиметров. То есть она как в горизонте растягивается, она же не раз и вся побежала, она растягивается, концентрация теряется в горизонте, опускается. В том-то и дело. И удобрения, как вы сказали, стимулируют рост, развитие корневой системы. То есть растения, корички бегут за уходящим азотом и стимулируются развитие корневой системы. Смотрите, да, это если вы угадали, и растение действительно пошло в рост. А мы говорим в случае, когда вы не угадали, у вас замерзла опять почва, и у вас азот, который вы внесли, который растворился, за счет того, что почвенная влага насыщена до метра, он будет уходить вниз. И уходить будет вниз, по мере того, как вот эта гравитационная влага за счет силы тяжести не спустится вниз. И не спустится она глубже двух метров. Потому что у вас весь верхний слой насыщенный водой. Он насыщенный. Ниже же тоже там столб воды 60-70 сантиметров. Он же не может проскочить, этот столб. Он останется в любом случае в верхней части. Нет, смотрите, он не останется. Раз у нас выше наименьшей влагоемкости, значит там гравитационная влага. Единственный ее путь это вниз. Но опустится она на 20 сантиметров. Не на 20 сантиметров. Нет, в том-то и дело, что она уходит вниз и уходит вниз очень глубоко. Потом поднимется с восходящими токами. В том-то и дело. Засоку будет доступно. Нет, в том-то и дело, что нет такой арифметики. Потому что чем глубже уходит вот этот вот нитратный азот, но я попробую подготовить материал по этому поводу, тем сложнее равноценное количество вернуться наверх. Наверх возвращается только 50%, а то может быть даже и меньше. Понимаете? Потому что возникают, начинают происходить другие процессы и связанные с денитрификацией, потому что там у нас уже другой температурный режим, другое количество кислорода. И у нас идут существенные потери. Чем глубже уходит нитратный азот вглубь почвы, то есть ниже 60-80 метров, тем меньше этого азота вернется назад. Потому что это не просто арифметика. Сколько пришло, сколько ушло. Азот, потерение азота связано с микробиологической деятельностью. Поэтому здесь нужно понимать, что чем больше вы потеряли вниз, тем глубже. Вот я не зря вам максимум показывали. Максимум в середине профиля – это один вариант. Максимум на глубине 80-90 сантиметров вы уже не получите полностью тот азот, который там, наверху, в том же самом количестве. Вот этот момент нужно тоже участвовать. Просто мы наблюдали сколько раз, те, кто покормил позже, и верхний слой быстро пересох, и пшеница стоит желтая и голодная. А кто кормил раньше и попал под снежок, еще дождики выпали, а азот, как вы видите, опустился, пшеница стоит шикарный, урожай был плюс 20 сантиметров. Тут вопрос, почему и был задан, потому что мы привыкли последние, если перескорнализировать, 4 года последних, ну, в нашей зоне, не было этой гавитационной власти. Больше почему по результатам анализовал, и задаем такой вопрос. 4 года – да, так и все правильно. Извините, мне просто нужно уходить. Причем здесь норма высила 3,5 миллиона динька. По неправым предшественникам был представлен подсолнечник. Видим, что растение удовлетворительное. Количество стеблей где-то от 1,5 до 3 штук на одно растение, тоже в зависимости от срока посева. Так, что у нас было по осени? Перед посевом земной пшеницы почва по неправым предшественникам была совершенно пересушена. Можно увидеть, что содержание продуктивной влаги, слоя 0,30, достигало 5-4 миллиметра. В метровом слое не намного больше, 17-16. То есть и по гороху, по солнечнику одинаково. По черному жуку пару имелось достаточное количество для схода влаги. По метровому слою запасу 118. В принципе, неплохо. Пусть им была достаточно сухая, но у нас однократно выпали осадки, которые вызвали дружные сходы по неправым предшественникам. Ну, растения где-то смогли зайти, образовали два листа, начало третий появляться, и влага на этом кончилась абсолютно. И месяц осадков не было вообще. Растения прекратили вегетацию, впали в анаглиоз, побрели. Ну, уже, если честно, я начал беспокоиться. Тем не менее, все в порядке, после выпадения осадков, увидели выводов нет таких особенных, потом по солнечнику. Так, что у нас? Растения очень долго вегетировали в этом году. В сентябре, в принципе, в пределах норма по температуре, в октябрь, абсолютная норма, это, ну, со среди многолетними. В ноябре, вот, было небольшое превышение, и в декабре также превышение до 1,7. В принципе, пшеница вегетировала, наверное, вплоть до конца декабря, я так думаю. Даже вот, эта температура 1,7, она, хоть и кажется, считается маленькая, но, тем не менее, растения потихоньку вегетируют. По видам на урожай. Пока, я смотрю на будущее с оптимизмом, урожайность должна быть, ну, по крайней мере, не меньше, чем в прошлом году. Ну, все зависит от весны. Мы еще не знаем совершенно, какая она будет. Будет ранняя, это прекрасно отреагируют неправые предшественники. То есть пшеница еще лучше распустится. Если будет поздняя весна, с быстрым расстадием температуры, то это будет, конечно, хуже разлиться на урожайности. Тем не менее, пока что на нынешний момент, на осень-зиму текущего, сельхозгода, выпало 265 миллиметров осадков. Это на 11% больше, выше среди многолетнего. То есть по влаге у нас все отлично. Пока что. Так, ну, по срокам подкормок, опять же, тут я согласен с Ольгой Георгиевной, целиком, наиболее эффективны у нас ранние подкормки. Мы рекомендуем в первый срок работать по мезлотаровой почве и второй срок, в начале весеннего хрущения. Но это будем смотреть уже по восстановке. Может быть, кто-то не сможет выйти по мезлотаровой почве. Будет очень сыро или не будет заморозков достаточно. Тогда будем работать в начале и конце весеннего хрущения. Влажность будет снижаться, конечно, в таком случае, но немножечко подрастет качество. Это мы уже заметили. Также я бы еще советовал на будущее, на весеннее обсуждение, но тем не менее, попробовать осеннюю подкормку мячной селитрой. Это звучало для меня раньше удивительно, но мы 8 лет проводили опыты. И я скажу так, что у нас почвы главным образом черноземные, каштановые, тяжелые по составу и типочная на режим у нас не промывной. И можно осуществить первую подкормку осенью прошлого года в запас. Главное требование растения должны находиться почти приглядеть к эритасу, чтобы этот азот они не потребляли. Иначе снизится зимостойкость. Мы сами это понимаем. В принципе, мы работали где-то в середине ноября и до начала декабря. Чем хороша такая подкормка? Она очень эффективна и в отдельные годы, в большинстве, даже лет, которые мы исследовали, она получается по эффективности, по уровню уважаемости выше, чем другие ранние подкормки тоже мячной селитры. И опять же, выгода в удобстве несения не нужно ночью там мчаться, искать, ждать эти заморозки. Спокойно, днем выехали, внесли и на этом дело все заканчивается. Так, вот я сделал фотографию, ну, конечно, старенькая уже. А можно вернуться? Да, секунду. Вот Ольга Юрьевна ушла, значит, сейчас будет интересная полемика. Она бы разделала, была бы интересная полемика. Да, согласен. Мы проверяли, специально до этого еще брили, у нас на стационарном опыте, до полуметра, посвоено почву, ну, 10, но, ну, до полуметра. И до этого еще брили вплоть до двух метров, пытались найти промывающийся азот. Не нашли. Поэтому... Видите, у вас разные почвы, оказывается. Разные почвы, разные подходы, поймите, тут всегда, да, как она сказала, нужно искать, надо пробовать. Я всем советую, всем знакомым, на всех сборищах, которые происходят, вот, вот, в днях поля, советую, попробуйте хотя бы, выделите себе участок. У нас стандартная доза, это 100 кг в физическом весе. То есть, это 32-34, поэтому, по 10-16. В вашем институте, в 80-е годах, закладывались большие опыты, я в них была статья, читал ее, по 200 кг в селитр, в той реле, читалось, как бы, очень много. И вот, не помню научного сотрудника, проводил опыты, Калиненко, 200 кг они вносили в ноябрь-декабрь, в эти сроки, и другая делянка была 200 кг в март месяц. Разницы в урожайности не было. Поэтому, как бы, я очень скептически ко всем этим гравитационным водам отношусь, и мы все время кормим январь-февраль, и бывало такое, что получали 80 центеров высокой тройки в круг, и как бы, схема одна отработана, там 200-250 селитр нужно давать на январь-февраль, и ближе к концу кущения еще надо давать 200, ну, я считаю, так, или касса, там, по ДВ, или... Ну, если качество, качество хотите получить, то да. На качество, но потом уже бывает, я попозже расскажу, несколько раз попадали в просаг, деньги на ветер, но это все из-за нашего доблестного гидромедцентра. Обещали нам дождь, его не дали, мы внесли, ничего не получили, деньги на ветер, да. Это были такие... Доза происходят. Неделю отработали, ждем, ну, вот, неделя висела, 10 дней дождей, и ничего нет. Я понял. Бенеги на ветер, прибавки нет, вообще ничего нет. Рестовым способом. Нет, мы уносили касс трубками под порем, как бы, в ожидании дождя, ничего не было. И, короче, грустно, когда 3-5 миллионов денег выкинуешь. Сейчас мы к этому подойдем немножечко, рациан. В общем, бывали годы, когда, например, с поздней весной и осенняя подкомка, она действует слабее. Но, в принципе, если взять в среднем этот самый, у нас за 8 лет только 2 года было таких, когда она подействовала хуже, чем обычно. Но, в целом, как вы говорите, урожайность была практически одинаковая, что мы уносили осенью и что мы уносили весной. То есть, разницы там особо нет. То есть, не теряется уважаемость. А почему хуже подействовало? Длительная весна, она предполагает, что растения дольше кустятся и получается, что начинают лучше действовать именно поздние подкомки. То есть, так вот просто. Или даже, знаете, самый эффект нивелируется. Растения дольше кустятся и там, и там в одинаковых условиях. Получается одинаковая урожайность. Если у нас весна поздняя, быстро нарастание температуры, мы не можем сразу нести и не сразу влияет эта подкомка по межзоталовой почве, а раньше начинают действовать осенние. И растения успевают немного раскуститься больше, чем на других участках и получается урожайность на них выше. Так. Ну, тут можно увидеть этот самый, это контроль, где мы вообще ничего не вносили по этим самым, по виде подкомок, видишь, что растения желтые, их прекрасно, это само видно. предшественник, это зимняя пшеница, здесь осеннее внесение и весеннее, ну, внесение весной. Можно увидеть, что там, где мы вносили осенью, даже ровнее как-то выглядит сама ситуация по развитию растений, они более зеленые и такие полосы, видно, пятна, как вносили это самое, так, ну, через пень-колоду весной. То есть, я так считаю, что почва насыщена влагой за зиму и распределяется этот азот достаточно равномерно в окочию. И получается само внесение качественней. Так, ну, по способам подкормок. Мы категорически рекомендуем использовать разбрасывательным способом по поверхности, различным разбрасывателем. Это у нас получился по экономике, даже по экономике мы исследовали, самый простой, быстрый, дешевый, эффективный способ. Ну, это склонно, конечно, но тем не менее, у нас мы рекомендуем культурации с селками и опрыскивателями вносить всегда гораздо дороже. И для того, чтобы качественно осуществить подкормку с селкой, требуется, чтобы уже была физическая слелость почвы. А это выходит за пределы тимуальных, ранних соков внесения азота. И получается, что уваженность на них снижается, как правило. Но иногда у нас получалась даже высокая эффективность по самым худшим и отвратительным предшественникам. Много остается растительных наставок на поверхности. Это зимная пшеница и гукуруза. Вот на них, прикорневая подкормка, селка, и бывало, что она даже немножечко выигрывала по сравнению с другими. Но это плавающий показатель. Надо смотреть на эти вас осторожность. Так, что дальше у нас? По видам удобрений. Опять же, мы на голову ставим только аммиачную селитру. Потому что она содержит и нитратную форму азота, и аммонийную. То есть нитратная форма, она очень быстро начинает действовать. Бабриатно оказывает воздействие на хрущение и уваженность повышается. Соответственно, спрашивали за сульфат аммония и за мочевину. Сульфат мы, если вносим в весной, мы его рекомендуем только вносить селкой, чтобы с заделкой почвы. Иначе в наших условиях почва щелочная в основном, реакция щелочная, много органики и бывают потери аммония в атмосферу в виде уже постановления до азота. Волочерение аналогично, только с заделкой почвы. Мы еще работали по листу, результаты есть, хорошие результаты положительные. Но, опять же, чтобы работать по листу, нужно было, чтобы было, по чему работать. То есть, уже должны растения вегетировать и грозитка листьев должна быть хорошо сформирована у пшеницы. Если этого нет, вот, по худшим предшественникам, по солнечнику, по той же пшенице, там, где растения плохо развиваются с осени, там эффекта такой обработки листовой не будет, потому что нет листьев. Так скажем. Что там? Хотели спросить, как там, где вас стоит с удалениями у нас, раньше и сейчас. Я работаю в институте уже 16 лет, когда я пришел, там, почвеном профиле, ну, пахотом своей почвы, содержание фосфора, о фосфоре будем говорить, это самое главное в нашем элементе питания. Было очень низким, в районе 16, где-то до 20 максимум миллиграмм на килограмм почвы. Это все связано с тем, что 90-е все эти, как удаления не носились и все просело. Но затем, за те годы, которые я работаю, мы постоянно вносим где-то в районе 120 килограммов по аммофоса, на гектар по пшеницу. А где вы? Нет, нет, это физики, все физики. Это, ну, как бы, ну, средняя норма, я сейчас не расстановлюсь. И мы постепенно увеличили до 40-50 миллиграмм на килограмм почвы. Что это нам дает? Вот, теперь при благоприятных условиях, когда осадки хорошо выпадают, погодные условия, у нас нередко получается уважаемость по некоторым сортам до 10 тонн гектара. Это, ну, естественно, по парам. Это сколько на гранм фосфора должна пшеница забрать? Даже 120? Естественно, но это там в почве есть запас. Мы вносим... Проседает немного качество, бывает, но в целом десятку мы получали. Так, что еще можно сказать по этому самому? По калию? По калию все нормально. Мы сейчас уже до 400 миллиграмм на килограмм увеличили все это дело. Поэтому мы начали уже у себя в своей работе ограничивать применение удобрений. У нас перестали действовать дозы, особенно по черному пару. Даже доза где-то 6-6 килограмм по фосфору и две зубные подпомки по черному пару у нас при таком содержании в почве питательных веществ они практически не оказывают положительного воздействия. Но если растения слабо развиты в осени, какая ситуация есть, и всем другим людям, у которых хозяйство не много количества минеральных удобрений, мы рекомендуем остановиться где-то на вторых по действующему веществу около 30 килограмм действующего вещества на гитар по фосфолу и одну, может быть одну, две это смотреть по состоянию азотной подкопки это на парах в среднем у нас около 6-7 в прошлом году было 8-9 по подсолнечнику ну как самый худший где-то до 6 но это опять же 60 килограмм действующего вещества фосфора и две азотные подкопки выдавали так в целом такие дозы позволяют получить достаточно легко зерно третьего класса даже по подсолнечнику а по парам возможно получить даже первый класс ну это конечно оно никому не нужно но если у кого-то есть своя пекарня как у нас и стоянка молния либо разбавлять с незакачественным зерном тогда можно попытаться такое сделать легко так можно ли устранить баланс по фосфору весной я несколько категоричен и хотел сказать что никакого возможности в этом нет ну достаточно легкой и простой только я сказала что есть особенно там где не достаток фосфора но учитывая что у нас большое количество фосфора и так имеется в почве мы проводили эксперимент и по подсолнечнику и по парам мы вносили различные дозы ЖКУ по фосфору различные дозы капли чтобы капля этот самый вот в начале весеннего упущения чтобы капля попала на почву практически я бы сказал что никакого абсолютного эффекта нет видимо и так большое количество фосфора в почве есть миграция низкая у него этого фосфора и в общем три года я плевался были потрачены практически зря ну отрицательный результат тоже результат как говорится так еще есть различные листовые формы всякие филатные но у них очень низкая концентрация если у нас недостаток нужно ненести 30 кг фосфора по вегетации это надо сделать будет 4 а то и 5 обработок возможно даже если так поглядеть это по моему экономически совершенно нецелесообразно и по сортовым особенностям в общем это очень дискуссионный вопрос но я пришел к тому выводу что у нас главенствует урожайность пшеницы для любой культуры это год условия года это влажность и температура это определяющий и основоположающий фактор и затем по влиянию факторов на урожайность можно выделить это главный это предшественник это где-то процентов до 70 в отдельные годы по влиянию на урожайность забирает именно предшественник потом идет система удобрений это до 20% даже более может быть в отдельные годы и потом срок посева ну еще может быть способ посева частично норма высева и уже после этого как-то влияет сорт я посмотрел информацию специально иностранную и нашу все сходятся в обмене что доля влияния сорта на урожайность она ограничивается где-то двумя пятью процентами может быть и намного больше наше я проводил исследование по тем же влияниям по тому же влиянию удобрений примерно 10 сортов мы испытывали на разных предшественниках и с разными дозами доля влияния сорта ну есть какая-то плавающая дифференциация между ними около 6% у нас получалось максимум так что главное это культура вот у нас есть озимая пшеница у нее есть потребности их нужно удовлетворять и смотреть как она получается поэтому озимая пшеница это очень пластичная культура приспособляемая наши сорта они достаточно универсальные и если мы не получили достаточное кущение с осени например весной то затем в дальнейшем за счет продуктивности колоса мы можем получить сравнительно хорошее урожай если у нас благоприятные условия то есть и для кущения хорошие условия и для классообразования урожайность будет высокая и за счет числа продуктивности в лесторе и за счет продуктивности колоса то есть есть особый определенный универсализм так ну и по болезням Наверное, я ничего нового не скажу, мне трудно предсказывать. Мы работаем обычно два раза всегда, но иногда по состоянию смотрим, иногда хватает одного раза. И с подравленными семенами, конечно же, сеем. Сейчас полностью перешли на двухкомпонентные препараты, которые сразу инсектилициды и фунгициды. Очень нам понравились. У нас, потому что ранние соки посева, мы начинаем сеять у нас в зоне очень рано, 10 сентября. У нас такой сок есть, как ранний. И эти соревнования соки очень сильно повреждаются обычно зваковыми муками всех типов. И инсектилициды это дело прекрасно снимают. То есть повреждения практически полностью отсутствуют. Даже в водных посевах. И как-то так. Александр Александрович, хороший рассказ, но как бы насчет сортового, вот этого супруга. Мы к этому вопросу еще вернемся, хорошо? Да, ну а сортового, мы уже сюда проговорим. Мы чуть похожи. У меня свое мнение, я знаю, что может быть другое. Много лет назад, лет 10 или 11 назад, когда мой любимый сорт Ермак, я долго с ним не мог расстаться. Дал 20 сентеров меньше грома, а я тогда уже поставил крест. Все. 80 и 60, 20 сентеров разница. Думаю, по одинаковых условиях. Все, вылезал, выцеловал. 20 сентеров. Сейчас на пробуйте, как бы наш новый сорт есть, у них нет называется. Он у нас папорам легкую дает, ну, до 810. Но, учитывая то, что это краснодарская селекция там присутствует, у него крайне слабая, ну, на уровне краснодарских сортов, зимоморозостойкость. И в 20-м году он, как у нас, как получил лесной, в эти заморозки, бывая чудовищный просет. Мы получили папорам 2,5 тонны. Я вам скажу, краснодарская селекция тоже там есть белая группа зимомостойких сортов, и там есть сорта, которые входят в десятку самых зимостойких мировых. Там аналогов у них нет, допустим. Они там, допустим, дают огромную градацию по зимостойкости, и надо подбирать просто для своей зоны выращивания то, что вам нужно. А так, как бы, просто гречем, краснодар, это слабая зимостойка, не так. Они выращивают для Саратова семена, как бы создают сорта, и я скажу, что очень-очень даже успешно. И многие, как бы, современные краснодарские сорта, они дадут фору зимоградским по зимостойкости, потому что фитотрон, там, допустим, холодильники, по-моему, только там остались они, там, до минус 24-х, по-моему, промораживания. Да, и там из 10 тысяч ящичков этих образцов, там, два ящичка выжило, а вот сорт МИХ, который сейчас только прошел, а сорт комиссия приняла его, вот он ходит в пятерку самых зимостойких, значит, шлиц планеты. Морозостойких, да, ну, смотрите, давайте возьмем 20-й год. Тут говорили, что там, как там, властение, то ли из-за партона там погибли и все такое. У нас погибли. Вот я и по хозяйству посмотрел, те сорта погибли, которые имели очень большое развитие именно к весне. То есть, они, я не скажу, что переросли, насчет переросания, это дело спорное, но они начали выходить трубку. Ну, среди спирсов, они ранние, все попали. Да, все ранние, да, все сорта, они начали выходить трубку, и эти морозы их просто уничтожили, потому что, при выходе в трубку, о никакой зимостойкости, морозостойкости уже речь вообще абсолютно не идет. Здесь надо подбирать группу сортов. Нельзя останавливаться там конкретно, вот хостендарские, вот там наши там, вот там что-то еще. Нужно, я к этому мнению пришел, ну не менее там пяти-шести сортов, хозяйства, чтобы было, чтобы по разным предшественникам, в разные сроки посева, иначе, вот как один знакомый товарищ, тысячу гектар посеял сортом, который ему понравился. А он взял и вымерзаться там за другу. Целиком. Я говорю, зачем ты сделал так, что у тебя тысячу, почему ты не поселил пять сортов? Я говорю, зачем это выпустить все такое? Ну, ты знаешь, что-то... Ну да, противопоставлять две селекционные школы не стоит. И там хорошее, и... Обязательно, что там бар у вас много, как-то на выходе, как хороший, хвалят, да? Хвалят. И у тебя нет, Женя, такого? Да, пробовали. И как? Плохо? Не, ну я не буду, из всех демонстрационных посевов был, это единственный зерноградский сорт, который хоть как-то так приблизился к краснодарским, да, это к Тимирязике, к Алексеевичу, он проиграл по урожайности, но разница там была, то есть он пил этот, был в тройке демонстрационных, то есть первое место там Тимирязико, второй Алексеевич, а третий это Мамбар. Но это, будем сказать, не такие делянки, чтобы рассуждать о том... Я сам как бы его смотрю. Да нет, почему? Представление дают, как-то. Да, но так сложились условия, как объяснила для селекционная группа, что он ближе, и мы же не секрет, что все сорта уже в родительских формах, я так понимаю, что там запрета нет. Да, абсолютно. У зерноград, у них краснодарские линии, поэтому здесь проверять надо конкретно на поле, в производстве, и результаты сами за себя говорят. Естественно. Сейчас капитализм, поэтому мы будем кричать, что наше самое лучшее, потому что если мы не продадим наше, то нам будет, конечно, плохо. Мы не поймем, ведь их сорта не дают. В условиях конференции, когда они никак не поймут. Давайте мы это обсудим в августе. Соберем урожай, обсудим. Александр Александрович, вы сказали, что роль предшественника даже важнее, чем количество удобрений внесенных. Да, обязательно. А почему так происходит? Предшественники стали много питательных веществ выносить, или выносят много влаги. Но влагообеспеченность первым пунктом уже шла. Можете объяснить? Объясняю. У нас в основном сейчас в Краснодарской области высевается зима пшеница и подсолнечник. Если по структуре и по стене площадей. Это ограничивает нам количество предшественников. Мы сеем либо по подсолнечнику либо по пшенице. Эти предшественники очень сильно сушают почву и забирают питательные вещества. По пару такого не наблюдается. Сразу же, когда мы сеем с осени, по пару растений, мы видим, запасы там достаточно, растения хорошо взвиваются, пустятся. То есть важнейшее развитие, которое с осени должно быть, то есть получение газетки листьев, там гущение, которое будет продуктивным, мы получаем это еще с осени. По другим предшественникам, такие как подсолнечник, негеткий случай, уже на основном постоянно такое идет, что мы получаем полные исходы весной будущего года. Посеяли. Вот, 20-й год, кстати, был такой же точно, но мы этот негатив вытягиваем за счет того, что, опять же, весна хорошая, опять же, наша сорта, как будто ни было, и повышенные дозы азотных удобрений. Вот мы делаем и подгонки, и там не скажешь даже, что сходила весна. То есть оно выглядит хорошо, и урожайность дает нормально. Но все равно продуктивность колоса у нас примерно может быть сходной, даже по правой подсолнечнику, но количество колоси всегда будет больше. и за счет этого получается больше урожайности. То есть одобрение уже не компенсирует? Смотрите, мы можем увеличить вдвое вот нашими дозами до 60 кг по фосфору и две подгонки азотные мы увеличиваем урожайность подсолнечнику в два раза. С трех тонн на контроле, где мы вообще ничего не делаем, до шести тонн примерно на этом самом у себя на подсолнечнике. Прекрасно. Но в то же время практически без удобрений по черному пару урожайность может получиться до 70-80 центров без удобрений. Практически без удобрений. Ну, на нашем фоне, на высоком фоне, так говорили, скажем. И ну, на две тонны урожайность выше. Даже это просто сразу же предшественник поэтому выходит далеко на первое место. Чертепару не наделить пополам. То есть, в принципе, вот как, например, в Ставропольском крае. Это как бы, да. Тут же еще после действия очень высокая. Давайте трехлетку мы читаем. Пять лет обычно так и считаем. Но я бы не сказал, что это является одним из экономических звеньев. Потому что не каждый год удается по парам получить такой высокий уровень. не каждый год. Не каждый год, да. Никогда ни на хоров нет. И земля дешевая, государственная. Поэтому и можно. А, ну, в целом, вот, стратегия оставить пар и не сеять пшеницу, она оправдана будет? С учетом стоимости удобрения, на ваш взгляд? Ставропольский край, да? Больше паров? Пар все-таки обладает очень большим своим большим последействием. И здесь мы там получаем гарантированные сходы осенью. Бывает, что не получаем. В зависимости от условий года. Но тут надо смотреть на сороочищающие действия, на развожение органики и накопление питательных веществ, того же азота и фосфора. Надо смотреть на очистку от болезней. Короче, все это действие неприятное. Оно продолжается много лет. Пары должны быть. А процентное содержание тут уже надо смотреть от того, от возможностей самого хозяйства. Есть у некоторых на Востоке, особенно, у них один пришественник черный пар. То есть они посеяли пшеницу, запоровали почву и на что-то чего-то опять посеют пшеницу. И это все идет. Особенно небольшие фермы они не только так и способы и живут. Вопросы есть еще? Насколько я помню, черный пар это самое плохое состояние почвы. Это кто сказал? Это по-человину как не говорят. Это как бы водная ветровая эрозия нагревается, разложение пара гумуса, бактерия на что-то кушать, они разлагают гумус для питания. То есть как бы вы пробите землю, кто-то держит черный пар. Вы не заботитесь о будущих поколениях? спорный вопрос. Опять же дискуссионный. Есть участки, я знаю в литературе еще почтоведы, еще в Советском Союзе закладывали именно паровые участки вот именно в серобороте, в полях, не где-то там, после авторе. Это поле ничем никогда не засевалось, а просто каждый год постоянно обрабатывалось по типу черного пара. На определенном этапе там прекращается отток питательных веществ, разложение гумуса и есть какой-то почва приходит к разновесному балансу. Да, там бактерии кушают, конечно, этот самый органику, но опять же эти бактерии развиваются, потребляют минеральные вещества, потом погибают и следующие бактерии, которые на будущий год развиваются, они потребляют эти вещества, которые уже были потреблены ранее этими бактериями. То есть из определенных круговорот. И нет потерь гумуса, нет сильной ветровой эрозии. Зона у нас в принципе, да, она подвержена и ветровой эрозии, и водной может быть, особенно на склонных землях. Это я сейчас часто наблюдаю. Но в целом парк должен быть все-таки как страховка. за год без культуры парового поля накапливается на 30% больше влаги. Всего на 30%. Зачем его держать? Это вам не нужно. У вас климат вы попробуете в Ставропольском крае парового поля. Я показывал вам результаты бурения. На востоке. 60 мм, Виктор Ильич, у нас было по паровым. По не паровым, по паровым, я показывал 17 было и 100. Константин Сергеевич, просто Виктор Ильич Сергеевич, дуга 30 км из одного района. Магички, да. Одинаковые, да. Поэтому я задаю вопрос. Просто вопрос из чем? Сейчас вот долго слышал, Александр Александрович выступал, пришественник и все остальное. Ну у нас в хозяйстве нет никакой разницы по пришественнику и по урожайности. Заезжаешь по Сесенечке, урожайство такая же. После РАПСа должно быть лучше такая же. Пришественник в пшенице да такая же. Почему должна быть лучше? И пшеница. Нет, после гукурузы такая же урожайность. Звонишь, спрашиваешь у ребят в холдинге у вас по парам что? Ну плюс 10 центеров. Ну и смысл из этих 10 центеров держать год по рыбке. Поэтому как бы если 18 год был дождливый, как бы хороший там 80 круп мы получили высокой тройки. В том году вот год прошел 21, там 62 по всем пришли сникум, но разница урожайности была как бы небольшая. Везде как бы одна была увлажненность и все. Бывало такое, что в локальном одном углу нет дождей и все. По всем полям выходит в округе в районе 80, а там 60, там же 16 протеин. На том же самом сорте, допустим, вот нет этого дождя какого-то там хорошего, там едва дождя не выпало, нет этих 20 центеров прибавок, но там протеин 16, за который, конечно, деньги не платят, но как бы прекрасно понимаешь. Был бы там дождь, был бы там 14 или 13 протеин, и были бы там эти центеры плюсом. И вот разницы по пришественникам, ну просто нет, вы сами знаете. Ну потому что вы используете пришественники одни из самых лучших. По глоху сеете, разница есть? Нету, ну по глоху такая же разница, как по подсову. Такая же по подсову. Я даже не знаю. Подосеете наши сортар. Будет разница. Да, коллеги, здравствуйте. Еще раз мы уже обсудили, что количество влаги, запасенной почвы, более чем достаточно. Половина и более посева пшеницы имеют кущение, хотя бы небольшое, но тем не менее оно есть. И это благоприятные условия для развития заболеваний при наступлении оптимальных температур. То есть подзагущенный посев, количество влаги и нас ожидают болезни. Чем мы можем бороться с этим и предотвращать этот процесс. Оптимальное решение это работа с почвой, растительными остатками и самой структурой почвы, потому что споры грибов ботагенных находятся именно там, а потом уже при наступлении благоприятных условий начинают растать, ветром переносится и атакуют растения. Решение этой проблемы препарат оргамика F. Это гриб триходерма аспириум. Хищный гриб, попадая на поверхность почвы, листа, начинает атаковать окружающие микроорганизмы в цель вытеснения их в своей площади питания. В том числе не только живые вегетирующие грибы патогенные, но и находящиеся в споре, потому как гриб может захватывать их гивами и использовать как питание. Это работа именно на предотвращение дальнейшего развития заболевания. Преимущество технологии возможно применение уже от плюс 5 градусов, тогда когда классические химические группы еще не активны по патогенам. Возможно совмещение с энциккицидами, происходит обработка ранее по клещу и с различными листовыми подкормками. Следующий этап защиты растений обычно наступает в фазу кущения, начало выхода в трубку. Когда совместно с грибецидной обработкой мы работаем либо уже по симптомам заболевания, листовым пятнистостям, либо на опережение. По работе на опережение отличный результат показывает препарат оргамика С. Это бактерия Bacillus miocensis. Попадая на лист, выходя из пора, бактерия начинает выделять до 60 различных антибиотиков. Кстати, этим обусловлена невозможность появления резистенности. Бактерия подбирает под каждый вредный объект свой антибиотик, который будет его поражать. На листу действие около 20 дней, но бактерия попадает также на почву и по стеблю растения проникает в корневой системе в поисках питания и захватывает территорию и действует в почве корневой системе до конца вегетации, оказывая минимальное, но тем не менее, воздействие на вредные организмы. Это особо актуально по работе с пристеблевыми корневыми гнилями, потому как классические химические фунгициды системные не мигрируют вниз по растениям. Это что касается провонированной защиты. Также есть препарат контактного действия псевдобактерин-3. Там живые клетки метаболиты этой бактерии, которые моментально, попадая на лист, начинают работать уже по первой симптоматике заболевания. То есть, вместе два компонента создают комплектную защиту для фазы кущения и выхода в трубку. Это коротко, что касаемо защиты, тема на самом деле очень емкая. Особенно я хотел остановиться на мобилизации минерального питания, потому что ранее мы обсудили необходимость внесения фосфорных азотных удобрений, их количество, их неуммиграцию. Учитывая цены прошлого и нынешнего года, внесение достаточных доз удобрений становится все более дорогим. И есть способы оптимизации этого процесса. В первую очередь, это процесс бактериального выщелачивания. Это как раз таки то, о чем говорится, когда за год паровое поле накапливает такое-то количество азота, такое-то количество фосфора и калия. Это же происходит потому, как аборигенные бактерии, связанные в почве многокомпонентные соединения, разделяют на отдельные элементы питания растения, они становятся для растения доступными. Мы этот процесс можем ускорить под действием препарата органит-П. Это бактерия бацилюс мегатериум. Основной функцией является переработка многокомпонентных соединений в отдельные элементы питания. Бактерия сама питается энергией, получаемой при распаде сложных соединений, а на выходе мы получаем доступный фосфор, калий, медь и другие химические соединения. В данном виде бактерии особенный упор у нее идет на фосфор, калий и медь. Внесение препарата позволяет ускорить процесс перехода внесенных вами удобрений до трех раз. То есть амофос, который вы вложите 100 кг, не 40% в первый год вы получите, а можете увеличить до 50-60-70% в зависимости конечно от условий, которые будут в этом сезоне происходить в почве. И также бактерия выщелачивает тот фосфор, который в принципе содержится в почве, но связан в стойких соединениях и не может быть усвоенным. То, что касается питания по фосфору, по азоту, мы также обсудили сегодня нормы внесения азота и его потребности. Есть еще дополнительный способ получения азота для растения, это процесс диазотрофии, то есть фиксация азота из воздуха бактериями. Свободно живущие бактерии способны фиксировать большое количество азота, фиксировать его в аммонийной форме и передавать растениям. В частности по препарату оргамика N, как рассчитывали наши микробиологи, растение может получить дополнительно до 30 кг доступного азота на гектаре. Препарат возможных совместное применение с органитом P для комплексного ускорения процесса питания растения. И последний момент нашей программы, который сегодня хотел вам озвучить, это стимуляция растения, потому как растение выпадает в условия заморозков, перепадов температур, либо гербицидная нагрузка может останавливаться в своем развитии и находиться в этом состоянии определенное количество времени, что для нас недопустимо. Поэтому у нас есть препарат Биодукс. Это рахидоновая кислота, одна из основных поленасыщенных жирных кислот, которые необходимы растениям. И не только растениям, но и людям. При применении совместно с гербицидом значительно снижает стресс растения, модулирует иммунитет, потому что сам по себе рахидоновая кислота это в первую очередь иммуномодулятор. Она воздействует на сигнальные гены растения и помогает растению пережить этот момент. Также она воздействует на гены, которые участвуют в образующих процессах и выступает как стимулятор, ускоряет рост корневой системы и вегетативной части. Отдельно хочу отметить, что опять-таки в условиях этого года препарат является более чем демократичным по цене и минимум второе доступнее, чем классические гормональные стимуляторы, применяющиеся в сельском хозяйстве. В целом вот, что я хотел озвучить. Какие-то возможно есть вопросы по этому поводу. Дмитрий Александрович, скажите, пожалуйста, норма расхода на гектары биофунгицидов. Биофунгицидов в этом году мы пришли к выводу, что оптимальная норма расхода по нашим препаратам это литры. То есть раньше все-таки мы работали от полулитра и эффект тоже наблюдался, но при работе литром результативность увеличилась на порядок. То есть все-таки концентрация имеет значение в этом отношении. И при протравке семян можно использовать это? Да, конечно. Да, это просто сейчас у нас предвесение совещания. Протравка семян на самом деле в данный момент это основное направление использования. То есть все эти компоненты применяются в протравке семян и выполняются все эти функции, которые я перечислил. А в каких хозяйствах можно было бы посмотреть использование? Ваших препаратов на юге России? На юге России нужно взять Ростовскую область. В первую очередь это ООООГЕЛИУС. Это те люди, которые могут детально описать опыт своего применения. Это антрацит Мартыновского района. Нашим покупателем давно является русская земля АГРА. Самый крупный холдинг России применяет наши биологические фунгициды и инсектициды для обработки растений, которые пойдут на корм животным. Первые кормовые травы по борьбе с насекомыми и с болезнями. Там, где необходима чистота исходной продукции, которая будет потребляться животными. На самом деле список покупателей широк, продукция уже 6 лет на рынке. Спасибо. Спасибо.